В Челябинске таксист избил пассажирку, водитель нанес ей удар в живот, высадил, а потом еще и сбил и уехал. Продолжит тему наш корреспондент. Известно, что пострадавшей 34 года. Она ехала домой. По пути у нее произошел конфликт с таксистом. По какой причине, не сообщается. Но известно, что после такого разговора дама оказалась в больнице. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полка ДПС по городу Челябинску, был установлен гражданин 2002 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления. В отношении подозреваемого 2002 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 111 УК РФ. Парню грозит наказание по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело уже возбудили. Когда не знаешь, откуда прилетит. В Копейске столкнулись две машины. По предварительным данным, скорость одного из авто была невысокой. Но даже это не помогло избежать столкновения. Данных о пострадавших пока нет. В Копейске столкнулись две иномарки. Одна из них полетела на тротуар и врезалась в пиццерию. Как рассказал автор видео, дорогу на перекрестке не поделили Hyundai и Volkswagen. После столкновения водитель кроссовера не справился с управлением. Снес ограждение и въехал в здание. Пострадавших нет. За рулем Hyundai была девушка. Водитель «Газели» сбил во дворе семилетнего ребенка. Мальчика увезли в больницу. Жуткая авария произошла в Магнитогорске. Очевидцы говорят, что водитель даже не сразу понял, что сбил ребенка. По словам местных, автомобиль двигался на внушительной скорости. В этом микрорайоне проблема с автомобильным трафиком. На проспекте Карла Маркса идет ремонт, поэтому все водители объезжают этот участок через дворы. В Златоусте бездомный погиб под колесами автомобиля. Поздним вечером мужчина переходил дорогу. Но водитель ВАЗа, 10-й модели, говорит, что из-за дождя не увидел пешехода. От удара человек без определенного места жительства погиб на месте. «Зашло дорогостранственное происшествие с участием водителя 1998 года, который управлял автомобилем ВАЗа 1,10. Совершил наезд на неустановленного пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу». На улице Громова 58-летний водитель Газели, сдавая назад, сбил 16-летнего мальчика. Юный пешеход лечится дома. Невнимательного водителя ждет наказание. На улице Энергетиков 35-летняя женщина за рулем Сузуки Свифт не выдержала безопасную дистанцию и въехала в Тойоту, которая остановила, чтобы повернуть налево. В результате ДТП 9-летняя девочка-пассажирка получила травмы. На улице Жуково 45-летний водитель ВАЗа 12-й модели при выезде не уступил на главной дороге Мерседесу. За рулем иномарки была 34-летняя женщина. В результате аварии пострадала 4-летняя девочка, которая была в одной из машин. А это ДТП случилось на перекрестке улицы Горького и Салютной. После аварии машина вылетела с дороги и снесла забор. На место прибыла одна из бригад врачей, судя по всему, для осмотра водителя машины. Повезло, что иномарка не сбила людей, которые могли идти по тротуару. В Магнитогорске водитель спровоцировал ДТП и скрылся. Водителя коричневого ларкуса подрезал ВАЗ 99-й модели. Шофер, пытаясь уйти от столкновения, влетел в ВАЗ 14-й модели. Впрочем, лихача на 99-й, который спровоцировал столкновение, задержали. А в Озерске велосипедист протаранил пару машин. Вместо того, чтобы ехать по асфальтированной дороге, парень выбрал путь через газонный бордюр. Гонщик потерял равновесие, когда оказался между двумя припаркованными автомобилями. Какие повреждения остались на машинах, велосипедист проверять не стал и поехал дальше. Вмятины на кузове автомобилисты обнаружили уже позже. Эта женщина, которая вышла на оживленную проезжую часть, напугала людей. Машинам пришлось объезжать такую живую преграду. Хорошо, что водители не запаниковали и сделали резкий маневр. А то аварии, возможно, и массовой было бы не избежать. На станции Аргаяш с рельсов сошел локомотив. Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку. Сход вагона произошел во время маневренных работ. На месте происшествия работала следственная оперативная группа.